Девочки, всем привет! Начинаем новый влог. Федя, это что ты папу попросил сделать? Что папа делает? Постелить красивый плед. Ага, спросил меня, можно ли мне плед на пол постелить. Я говорю, так он и так на полу лежит. Это же Федя здесь. Причем как? Вот так стелит и подушку вот так. Что если он будет падать, чтобы ему было вот... Ты говорит, неправильно мне стелешь. Я в длину вот так. Я говорю, ты не будешь так падать. Ты будешь по-другому падать. Ты сказала подушку неправильно. Это ты сказал подушку неправильно. Я сказала подушку неправильно. Это потому что... Ты смотри... Я стирку положилась... Короче... Смотри, как ты делаешь. Ты ставишь вот так. Ну? А надо было, чтобы он вот так. Чтобы тебе падать головой на подушку, да? Да. Я поняла. Федя, застели, пожалуйста, свою кровать. И позови своего брата, чтобы он тоже застелил. Хорошо? Угу. Спасибо. А не, не надо тебе тут ничего застевать. Кстати, девчонки, матрасы. Вчера на Озоне смотрела матрасы. В общем, хороший матрас. 9 тысяч. Вот на эту кровать. Я же говорила, что матрасы подорожали, да? Которые я хотела заказать. А я так подумала, ну не Армаз, ну не Аскона, ну не Арматек. Да и фиг бы с ним. А там российское производство. Гарантия 10 лет. Независимые пружины, кокос, латекс, что-то двухсторонний он. Хороший матрас. Просто не на слуху, и поэтому 9 тысяч. И, возможно, это уже цена и подорожала, да? Знаете, что думаю, честно говорю? Думаю, не сейчас, не сегодня, не в ближайшее время. Чуть вот попозже, может быть, в рассрочку. В Озоне же можно рассрочку оформить. Вот напишите мне, пожалуйста, кто уже так делал. Потому что, как бы, ну вот это вот... И опять же, дача скоро. По сути, матрасы с кроватями должны уехать. Вот. А так 18 тысяч сразу. А может подорожают. Не знаю. Вы знаете, может подорожают, может сейчас это оформить. А с другой стороны, мало ли, не подорожают. Ну, боязно как-то. Снежок пошел, слушайте, такой прям. Ага, красивый снежок, девочки. Такой, ну, блин, вы плохо видите, а хлопья большие летят. В общем, так, где Арсений? Зови Арсения, пусть застилает кровать. Я уже застелила. Ну, мне так тоже не нравится, как ты застелила. Ты умеешь очень хорошо застелить, очень. Мне надо отпичать домой. Домой? Твой дом под столом? Да. Ну, в общем, застелите нормально кровати. У меня, девочки, здесь бульон варится. Варится бульон. Там компот. Так, пока здесь стоит. И почистила я, значит, овощи. И думаю, девчонки, вот стою и думаю, то ли щи, то ли борщ. Вот не знаю прям. Как бы свекла замороженная никуда не денется, а вот капуста там, ну, давненько лежит. Уже, как бы, по идее, ее нужно использовать. Не знаю, стою и думаю, вроде бы мне и щей хочется. Наверное, щи. У меня там перчик есть замороженный. Я немножко положу. Такими большими кусочками, что-то для вкуса. А чтобы детям не попало, можно было вынуть. Ну, в общем, да. Сварю-ка я щи. Кстати, вот, помыла я ее в посудомойке. И мне очень это понравилось дело. Ну, вот, если ее так положить, она выпрямится. Знаете что? Вот в Леруа я покупала 49, по-моему, рублей. Я бы ее купила еще. Честное слово. А знаете для чего? Во-первых, она, она не следы не остается. Вот я ее мусолю, да. И она в глаза не бросается. Очень даже удобно. Кстати, вот, стол у меня заклеен. Малярным скотчем. Не нашла же скотч тогда, когда нужно было заклеить. Потому что здесь прямо сильно оторвано. Вот прям, ну, прям болтался кусок. Так я что говорю? Знаете, куда ее можно использовать? Вот если... Слушайте, показываю. Вот сюда. Ну, можно. А почему нельзя? Когда что-то брызги летят. Вот, чтобы на графин не летели, когда я что-то жарю. А это... Что она там? Плохо отмылась, что ли? Или так? А, это пара идет на нее. Господи, я не понимаю. Ну, в общем, вы поняли, да? Можно приставить, прикрыть графин, чтобы он... Хотя я его в посудомойке тоже мою. Ну, как вариант. Вот удобная штука. Вот, вы как-то ярко видите. А так побледнее это все. В глаза не бросается. Всяко лучше, чем с рисунком с каким-то. И можно рядом положить. И она может вынуть. Я не буду переживать по этому поводу. Девочки, если видите, что полы грязные, я не вижу просто пока. Я сегодня полы буду мыть. Так что еще не пылесосила. Вчера с утра пылесосила. Не обращаем внимания. Вот это вот подушечка. Это гаснет ключ, чтобы... Что еще раз? Чтобы что-то... Это гаснет ключ, чтобы закручивать бочеки. Ага, вот так. А вот это кван. Кван? Какой кван? Кван! Какой кран? Где кран-то? Кван, вот. А, за тобой не видно, я поняла. И телефон, да? Да. Как же без него? Мама говорит, пойдем, я тебе покажу мой шалаш. Вот показал шалаш. Арсений пришел, заправил кровать. Бегом прибежал. Что-то там смотрит по телевизору в спальне. Вместе с папой лежит. А этот здесь фантазер. Я тебя называла. Да? Удобно? Ну, хорошо. Играй. Мне кайф. Кайф. Не кайф, а услада. Помните, девочки, такую рекламу? Против света плохо ловит. Арсений, сделай, пожалуйста, потише. Смотрите, девочки, какой у меня здесь уголок красивый. На самом деле, это я пришла видео загружать, вот, которое с утра, да, я его сейчас смонтировала, пришла загружать. И вот, думаю, вам покажу. Вот Арсений в садике нарисовал вот такое солнышко, мне принес. Это он дома рисовал вот такой цветочек. Просили показать, что на утреннике дети подарили. На утреннике никто ничего не дарил. Они в крайний день, перед утренником, в общем, это Федя делал в саду, принес мне домой. Не на утреннике, короче говоря, дарили. Вот, тебе цветы, всех на свете лучше ты. Так, вот. Арсений вот такой вот букетик принес. Это вот из садика. Вот такая вот у меня здесь красота стоит. А вот пальмочка, девочки, у меня растет. Прям, ну, прям растет. Слушайте, вон там вот новый лезет. А потом еще, где-то я видела сегодня с утра, ну, вот из этих стволов вылезает. Вон, вон, вон. Поймает фокус. Видите, вот. Так что она у меня растет. Да, такая красоточка. Смотрите. Лежат. Отдыхают. А покрывало-то нет сейчас. Оно у Феди. Поэтому, короче, не застелено кровать. Все, девочки, сварила я щи. Больше не стало, да, я говорила. Федя такой как раз видит. Говорит, мама, что такое красненькое? Я говорю, перец. Он острый. Я говорю, нет. Густые такие получились. Вот эта кастрюля на 4 литра. И как раз нам ее хватит на 2 дня. То есть сегодня поесть и завтра. Прям вот прям подчистую. Обычно я вот, допустим, если на 5 варю, то мне еще там на неделю остается. Вот. А сейчас прям отлично. Как раз большими кусочками положила, чтобы, ну, из тарелки можно было вынуть. В общем, всем приятного аппетита. Девочки, смертельный номер. Говорит, пойдем, я тебе кое-что покажу. У меня аж прямо... Ну, я с телефоном уже хожу везде. Давай. Нет. Шарим, а ты на подушку и накрываешь. Ну, говорит, мама, это не опасно. Мама, это не опасно. Ну, не опасно. Ну, ладно, не опасно. Аккуратнее просто. У меня шарамута. Страшно прыгать? Ну, я думаю, что упаду на пол. Шарим, на подушку. Ну, хорошо. Молодец. Машину убери, а то раздаешь. Аскадер. Чего? Девочки, посмотрите, что происходит. Это вообще трэш. Они тут и занимались, и я не знаю, что они тут еще делали. В общем, отправила их погулять. Времени 4 часа. А мне нужно по большому счету полы помыть. Но, прежде чем их мыть, у меня вот здесь вот черт ногу сломит. В общем, вот эта пленка, в которой хотела я же матрасы, матрасы возить на дачу. Говорю, Федь, потом выбросьте все. Это от молока вот сегодня, который он порвал, ну, порезал. Я вот эту вот пленку, которая все-таки смотанная, я сейчас оставлю. А вот эту вот приглашу на выброс, ну, приготовлю на выброс. Нафиг, не хочу даже, чтобы здесь лежало. Там вытяжка. Вытяжку хочу убрать в кровать. У мальчишек же... Вот часть кровати с той стороны пусто. У одного и второго. Ну, в общем, у одного точно пусто. У второго, может, чуть-чуть что-то. Положу вытяжку пока туда. Да, мы так живем без вытяжки, потому что... Блин, потому что я жду, я выжидаю. Вот эту вот сейчас тоже кучку отнесу к нам в спальню. Завтра буду зашивать. Вот прям ничего завтра делать не буду. Вот мой день буду зашивать. Вот серьезно. Там носки, причем хорошие, где-то вот пальчики порвались. Ну, по шву, да, где-то что-то как-то. Где-то нитки какие-то надо обрезать. У меня куча приготовлена здесь, потому что мне здесь удобнее было складывать. Точнее, оно в детской лежало. Потом где-то... Короче, я уж сама не помню. И вот то, что должно на дачу уехать, да, к кровати. Я хочу... Леша говорит, давай на балкон поставим. Девочки, на балконе я все это вижу в окно, в кухне. Здесь я просто прошла и не наблюдаю, да, когда вот, допустим, если ем. Я хочу поставить вот так вот в длину, вот сюда. И чтобы вот это, ну вот, мы вот так вот и живем. Понимаете? Это вообще меня вообще не устраивает. В коцу он не захотел везти, чтобы не перевозить туда-сюда. Говорит, давай дождемся, когда уже на даче снег растает. Ну, то есть, понимаете. Вот, сумка спортивная хорошо лежит. Она иногда здесь лежит. Здесь Федя играет с инструментами. Это шуруповерт Федин вообще. Вот. На обувнице. Видите, что происходит? Квитанции, рисунки. Тоже непонятно что. Это надо разобрать. У меня вот это все, девочки, убивает. Коврик очень хороший. Коврик радует. Вон тот коврик надо, по сути, положить. Он не нужен в этот. За дверь отнести. Вот. Как-то так. Столешница здесь. Не знаю, девочки, за что браться. Просто сейчас дольше буду говорить. Быстрее надо делать, и все. А еще, девочки, хотела сказать. Леша в телевизоре сидит весь день. С ума можно сойти. Вот честно. Давайте поменьше смотреть телевизор. Да, я понимаю, нужно быть в курсе новостей. Но, чтобы из передачи в передачу все это контролировать, да, ну. Я вот в курсе. Потому что я слышу, что он смотрит. Но депрессия зовется только так. Я поэтому отправила его на улицу. Я могла сама с ними сходить. Но, короче, я не пошла. Я думаю, как раз разгребу эту кучу. Вот. Ладно, послушайте музыку. Я знаю, что ты не любишь меня как ты сказал. Я знаю, что ты не любишь меня как ты сделал. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Причем у нас в подъезде, слушайте, штук шесть таких ковриков. Это у нас и старый квартир он, а и вот шесть штук, наверное, ну, везде практически такие. Что хотела сказать? Пленку выброшу. Не знаю, куда вот это вот ставить. Почему? Потому что вот эти доски падают, девчонки. Падают, ну, то есть вот эти вот не падают. Вот эту приставила, она съезжает. Буду сейчас ждать Лешу, потому что... Может быть, вдоль вот этой стены положить часть. Вот эту вот большую, да, допустим, их две. Столешницу... Не знаю, куда столешницу. Может, за кровать пока. Ну, чтобы место подосвободить. Потому что... Вот я мою полы, девочки. Вот эту кучу, которая стояла, я же... Не перебираю эти доски, там пыль копится. Оно все потом... Как дверь открываешь, она вылетает. Я не мою за ней. Вот эта куча, которая здесь лежала, то же самое. Меня прям нервирует это все. Вот тут его инструменты сейчас скажу. Ирис! Угу. Сейчас скажу, чтобы он здесь разобрался, чтобы это не стояло. Все равно ничего сейчас не делает. Пусть убирает, куда хочет. А, я ему там выделю место. Да, точно. В комоде, в ящик в один. Это сандалии, надо посмотреть, что с ними не так. Вроде бы все нормально. Не знаю, что они здесь делают. Вот. Это из сада принесли. И меня все вот это вот нервирует. Девочки, это все создает бардак. Вот у меня вот в голове сейчас то же самое. Красотка, да? Штаны сваливаются. Вот. Короче говоря, такие дела. Решила, девочки, не злиться. Потому что, когда у меня не получается что-то, да, не по-моему, меня начинает раздражать. Я начинаю злиться. И если Леша придет, я у него спрошу. И он мне ответит, типа, не знаю. Я буду нервничать. Ну, нервничать, это значит, я буду орать. Ну, как бы да. Вот. Поэтому я решила не злиться. Сама там ничего не городить. Силы не тратить. Потому что мне еще надо полы помыть. Вот. Ну, блин, полы не сложно помыть. Но, в любом случае, это все займет время. Я не хочу, блин, выходной день проводить. В общем, вы поняли. Вы поняли. На нервах. Поэтому я решила, что? Дождаться его, чтобы он мне помог. Хотя бы просто сказал, как что поставить. Я поставлю сама. Но чтобы этого не было. Как там сейчас все вот это лежит. Надо сейчас. У меня белье там просто постирано. Надо будет повесить. А я купила. Мы ездили. Рубашку, когда смотрели. Я Арсению купила 4 пары трусов. Слушайте, по 150 рублей. Вот они как бы новые. Я их постирала. Как бы новые. Я их постирала. И интересно, в нормальном ли они состоянии. Вот к чему я. Слушайте, вот это полотенце мне так не нравится. Вернее, оно мне очень нравится, как оно впитывает. Оно очень хорошее. Но оно настолько старенькое уже, что его, по идее, я уже говорила, его и вот это тоже куда-нибудь пристроить. Ну, на дачу или на тряпке. Но, блин, пока в ванной нет ремонта, мне как-то... Хотя живём-то один раз. Надо вытираться нормально. Они впитывают очень хорошо, девочки. Понимаете? Вот сейчас сушилка стоит здесь. В детской комнате её уже не поставить. Сейчас я к вам вернусь. Элис, ты сюда уже пришла? Лежит на своём месте. Лежит, отдыхает. Ой, переворачивается. Ну, в общем, вот из этой вот серии, кстати, хорошая. Не подсели они, ничего. Такие нормальные. 150 рублей. В одной связке вот две штуки. Были вот двое вот таких. Это в карамели на третьем этаже. Кому интересно. А где ещё? Это Бонита Федины. Тоже хорошая. Очень расветка мне нравится. Прям позитивные. Кстати, вы знаете, что мне не очень честно понятно, когда меня многие не понимают. Вот я показываю, допустим, купила лифчик, показываю. Купила трусы, показываю. Многие не понимают, как так можно показывать нижнее бельё. Я показываю не грязное нижнее бельё, а новое из магазина. Вы в магазин приходите, тоже делаете. Ай, как так можно? Продают нижнее бельё, всем показывают. Ну, блин. Я просто показываю. Я же не на себе даже показываю. Даже. Слышите? Это тоже Бонита. Вот мне, честно, непонятно вот этот момент, потому что... Ну и что? Показала я труслю, купила. И очень даже хорошие, кстати, эти бамбуковые. Ну, бесшовные-то вот эти. Очень хорошие. Это Арсения шорты. У него их три или четыре пары. Он их очень любит дома носить. Прям, ну... Спит он не в них. А одно привет, кстати, спал в них. Вот. Майки тоже вечно путаю. Представляете? Арсений на утренник одел вот эту майку. Я не знаю, чем он думал, но он в плохом настроении пошёл туда. Мне воспитательница кидает фотографию. Я говорю, блин! Я говорю, майку снять! Хотя у него есть белые майки. Ну, естественно, и были. А, и даже я, по-моему, приготовила ему белую майку. Да, девочки. Детки, они смешные. А, чего он сегодня? Вы видите, я всё в ферре показываю. Арсений выпадал, качался зуб. Я вроде говорила, да, сегодня об этом. Он очень нервничал. Кашей я его покормила. Он такой, так, дай мне яблоко, я сейчас буду есть яблоко. И он у меня выпадет. Девочки, откусила, кровь пошла. Зуб не выпал. Он как заорёт, ему в жар его кинуло. У меня температура. Я, говорит, как варёный ветер. Я говорю, никакой температуры. Он померили температуру. Я говорю, никакой температуры. Просто он не ожидал, ему больно стало. Но он на ниточке болтался. Болтался, заметьте, ключевое слово. В итоге суп пошёл вроде есть. Он говорит, попозже, попозже. Мы поели втроём. А потом он пошёл. Вот его, он мешал, мешал. И я так и не поняла, как произошло. Но мы уже поели. И он говорит, всё. Он выпал. Он такой гордый был. Я прям, причём помню, я примерно так же трясла с этим зубом. А у меня сегодня подбешивалось с этим зубом. Я уж не нервничала, потому что я помню себя. Что я тоже всем мозги делала. Нет, нельзя, вырывать нельзя. Ниточка там, мне будет больно. Но он сам его вырвал. Потом я позже слышу. Пап, там мой зуб был. Папа ему что-то говорит. Типа, зачем ты сюда положил его? Ну, я так и не поняла, куда это в кухне было. И в итоге, ну, не потерялся. А в прошлый раз-то, помните, я говорила, что он уронил зуб. Он за кровать как будто бы упал. И вроде бы как потерялся. На самом деле, на самом деле, фея его нашла. Но ничего за него не дала. Потому что уже время прошло. Вот, какое-то. И ничего не дала за него. А сегодня он трясётся. И говорит, хоть бы она мне денег дала. Ну, что мне эти подарки? Вот. А папа говорит, ну, так даже, наверное, проще. Но у феи есть. Ну, он не будет смотреть сегодня. Точно до этого момента он точно не будет смотреть. У меня есть. У меня же к прошлому разу тогда я покупала две машинки и Феде, и ему. Ну, вернее, ему и Феде так, чтобы ему обидно не было. А то у Арсений слишком часто зубы летят, а у Феде нет. Но Федя трясётся над своими зубами, девочки. Он очень переживает. Он не хочет, чтобы они выпадали у него. Он их чистит. Хорошо чистит. Вот. Тоже рассветка красивая. Бониты, да? Такие хорошенькие. Вот. И к чему я говорю? Он тогда сказал... Когда я сказала, говорю, фея тебе не принесёт ничего. А он сказал, что, типа, фея подарки даёт за зубы, а не за поведение. Ну, и, короче, фея обиделась. И Лёшка говорит, что они это? Я говорю, нет. Ну, он как бы и не спрашивал. Он просто понял, что да, действительно так. И вот ещё третий, значит, получается. Что-то мне кажется великоватый. Он, с другой стороны, пусть будет посвободнее. Мне кажется, великоватый, девочки. Они растянулись. Они растянулись. Они приятные, и всё. Но мне кажется, они растянулись. Сейчас я сравню. Никку надо обрезать. Обрезала. Вот эти вот поменьше. Хотя, это был один размер. Я их и прикладывала, и по размеру смотрела. Угу. Видите, на целый размер. Ну, ладно. Это велики, не малы. И получается, вот эта вот расцветка в другой пачке была. С вот такими. С такими. Такие сиенево-глубые. В общем, вот такие вот, девочки, дела. Что-то я хотела ещё сказать. Забыла. Рассказать вам, сказать, рассказать. Запамятовала. Уже обрезать надо. Потом обрежу. Когда буду складывать, уж не хочу идти за ножницами. Завтра ничего делать не буду, девчонки. Вот, честное слово. Вот сегодня, наверное, будет пюре. Неважно, с каким мясом. Девочки, уже не важно, с каким мясом. Ну, я имею в виду с подливой или просто с мясом. А завтра вообще прям буду. Вот, вот. У меня даже желание есть зашить. Чтобы оно не лежало, естественно, не копилось. Если я в шкафку, почему оно так лежит, девочки? Потому что, если я уберу в шкаф, то это всё забудется. И половина из этого, ну, дети вырастут. Поэтому как-то так. А, мы мне написали, кто-то мне написал, Марина, по-моему, написала, что один окорочок на целую, на четырёх человек. И чё? Ну, не, во-первых, и не один там был окорочок, а ещё там была крылышка и чуть-чуть свинины. Мясо нормально получилось. Очень вкусные вещи получились. Вот, но, блин, нос закладывать. У меня здесь немножко было приоткрытое. Я сейчас закрыла, я хотела сказать. Ну, а там хорошо открыто на всю. Ну, и что? Ну, прям, ну, и что? Кто-то варит вообще без мяса. И чего? Вообще не вижу проблемы никакой совершенно в этом. Так что не переживайте, всё хорошо. Ладно, девочки, наверное, я не хочу больше ничего снимать сегодня. Не то, что не хочу. Видите, я сейчас пока их дождусь. Пойду пропылесошу там, где можно. И доски эти штук пока трогать не буду. Может быть, я унитаз замочила с раковиной. Меня там отмокают. Сейчас тогда помою. Просто из-за того, что пахнет, я дам эстасом замочила. Из-за того, что пахнет, они как раз у меня на улице. И, блин, господи, сколько этих трусов. Ну, это и не все. Я поэтому их коплю, чтобы потом, ну, стирать. Да и они так, блин, часто переодевают всё это дело. Хотя они ничего. Это нормально. Федя сегодня сзади, наверное, раза три только переоделся. Так, майку сюда повешу. В общем, вот такие вот, девочки, дела. Так у вас дела, пишите. Рассказывайте. Только мне пишите нормальные, нормальные комментарии. А не такие, которые приходится удалять и блокировать. Ну, я думаю, вы понимаете, о чём я. Потому что... Ну, потому что не надо. Всё. Моя миссия выполнена. Ладно, пойду быстренько, пока их нет. Вот помою то, что нужно помыть. И дождусь. И завтра мы с вами обязательно увидимся, возможно, в сообществе. Кстати, спасибо большое, что там про волосы мне писали. Это мой цвет волос. Это я как раз родила Арсения. Четыре месяца ему или полгода там. К подружке на свадьбу пошла. Я накрасилась. Цветы вот эти дарила. И платье в синим, которое у меня есть. А волосы, просто они выгоревшие. На солнышке были. И они здоровые. Я же как бы беременная ходила. Как бы. А витамины пила. Или не пила я уже. Ну, короче, беременность все равно она влияет. И я родила, у меня ничего не выпадало. У меня стало выпадать гораздо позже. Вот. И поэтому там нормальные были волосы. Кожа была нормальная. А потом уже как-то это. Ну, и я грудью-то не кормила. Поэтому все нормально. Цвет волос там хороший. Они рыжекаштановые такие. Ну, мне не нравится на самом-то деле. Просто еще теплый свет падает сверху. Там, ну, точечные светильники. Они желтые были. И на желтом фоне обоев. Поэтому еще так кажется. А так мне не нравится такой цвет. Так что вот так. А красить девочки? Он будет смываться. Я буду как облезлая кошка. А если часто красить? Ну, это нужны деньги. Сама я хорошо себя не покрашу. А не красить и оставить свой цвет. У меня виски седые. Поэтому здесь вот непонятно. То ли вся голова седает. То ли виски седые. Да много-много седых волос. Не знаю. Подумаю. Я подумаю. Ну, мы с Лилей разговаривали. Я говорю. Лиль, может быть, в рыжий. Вот когда я приходила. Этот раз или прошлый раз. Она говорит. Ну, ты понимаешь, да? Что тебе надо. Я говорю. Ну, как бы я понимаю. Она говорит. Просто чаще надо будет приходить. Или самой красить. Не знаю, девочки. Я как бы понимаю, что краска, она обволакивает. Волос будет получше внешне казаться. Но иногда же у меня бывает нормально. Правильно? Когда я посушу. Не знаю. Ладно. Все, девочки. Спасибо, что были со мной. И с нами. Всем пока. Девочки, пост криптум. Я говорю девочке. Она сразу голову поднимает. Вот так мне больше нравится. Пусть пока лежит тогда там. Это Леша сделал. Лопатки надо просто убрать в пуфик. Ну, в общем, он сделал вот так вот. И это. Здесь это пока оставило. Моё завтра этого не будет здесь. Сидит, сидит. Смотрите, контролирует. Да, Элис? Пока, что ли, теперь скажи. Скажи пока. Спасибо, девочки, что были с нами. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.